Приветствуем вас в студии делового издания ведомости на площадке Петербургского международного экономического форума. Мы продолжаем серию деловых интервью с бизнесом и гость в нашей студии сегодня Сергей Калмыков, генеральный директор компании Кибердом. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Сергей, тема кибербезопасности сегодня на слуху практически у каждого. Мы видим огромное количество взломов данных, которые происходят. Не будем упоминать сейчас буквально недавней истории, которая затронула, наверное, десятки тысяч людей по всей России. Но все-таки по статистике в первую очередь кибератаки касаются сферы ритейла, IT-услуг и финансовых организаций. Почему именно вот такая тройка сложилась? Почему сегодня утечки, в большей части происходят именно утечки данных, происходят именно в этих сферах? На самом деле стоит сказать про тот случай, который мы не называем. Он повторился еще с одной ритейловой компанией на днях. И там уже дело не только в утечках, а речь уже в конкретных финансовых потерях. Насколько я знаю, на текущий момент в обоих случаях они исчисляются миллиардами рублей. Те отрасли, о которых вы упомянули, они прежде всего на слуху, потому что давно и много работают с большими объемами данных, используют большое количество цифровых каналов коммуникации, цифровых каналов продаж. Значит, ландшафт для возможных кибератак у них очень большой. И с этим и связано то, что цифра проникла очень глубоко в бизнес-процесс этих компаний. Поэтому так часто звучат эти названия из отраслей, которые вы перечислили в связи с утечками и другими злоупотреблениями, киберспособностями специалистов, которые работают на черной стороне силы. То есть получается, что сегодня бизнес уделяет недостаточно внимания киберзащите или мошенники настолько быстрее адаптируются к новым реалиям, чем бизнес успевает отслеживать новые виды кибермошенничества. Что все-таки происходит? Или просто мы недооцениваем, компании недооценивают степень угрозы и не спешат тратиться на защиту? На самом деле длительное время подход у большинства компаний к кибербезопасности был достаточно, я бы сказал, формальный. Вот это называется, может быть, вы слышали, бумажной кибербезопасностью или галочной кибербезопасностью, когда компания просто либо выполняет некие требования госрегулятора формально, либо пытается защититься от всего. То есть окружить себя двумя фаерволами, сделать защиту на защиту, создать какие-то сложные инфраструктурные решения. В результате мы получаем компанию, которая очень сложная, у нее очень сложные решения по защите, но они не работают и абсолютно не оправдывают себя перед, собственно говоря, нормальной профессиональной хакерской атакой. И поэтому сейчас речь идет о переходе к новому виду кибербезопасности, к результативной кибербезопасности, когда руководитель, собственники компании самостоятельно определяют несколько ключевых, недопустимых событий для себя, которые не могут произойти ни при каких обстоятельствах. То есть какие-то самые уязвимые? Самые, да. Их даже у крупного бизнеса не бывает очень много. Как правило, это 5-8 событий, которые просто не должны произойти. И получается вся защита, тестирование этой защиты, а также вообще любые бизнес-процессы в компании начинают выстраиваться вокруг того, чтобы эти события не реализовались. И когда вот такой подход к кибербезопасности, он как раз приводит к тому, что кибербезопасность в компании для руководителя это не стресс и боль, а это скорее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Есть другая сторона этой проблемы, что сегодня все компании и государства, и государственные, и частные понимают, что нужно переходить на отечественные продукты, в том числе в рамках кибербезопасности. Насколько отечественный рынок готов сегодня справляться с угрозами внешними, которые чаще всего, да, все эти атаки осуществляются из-за границы? Готовы сегодня ли компании с учетом кадрового резерва, да, есть ли такое количество кадров в России, чтобы действительно обеспечить вот ту защиту, о которой вы говорите? Ну, давайте на две части разделим. Начнем с кадров. Кадров выпускается по IT-специальностям и по кибербезопасности достаточно, но, как всегда, речь идет о востребованных высокопрофессиональных кадрах с высоким уровнем практических компетенций. Вот их, конечно, не хватает. И вопрос стоит во многом в обучении, в развитии этих кадров, и, конечно, в увеличении их численности для обеспечения не только безопасности бизнеса, но и киберсуверенитета в целом страны. Это очень-очень насущный вопрос. С другой стороны, российские белые хакеры, собственно, защитники, которые осуществляют защитную функцию, они в текущий момент времени, с учетом геополитической обстановки, находятся в таких реалиях, в которых никогда никто не находился. Поэтому они проходят ту школу, которая не была доступна никогда раньше и, в принципе, недоступна в других странах. И поэтому за достаточно непродолжительный период времени уровень их навыков растет драматически, и поэтому мы получаем максимально прокаченных хакеров в мире. Это факт. Что касается софта, здесь тоже уже очень многое делается, и вы знаете, что много компаний и в государственной сфере, и в критической инфраструктуре уже активно перешли на отечественный софт. С железом немножко сложнее, потому что за несколько лет ситуацию с импортозамещением в железе, наверное, сложно решить. Предстоит пройти еще какой-то путь более длительный. А по софту, можно сказать, по моей оценке, я думаю, что к 30-му году примерно 90% софта, который используется в российских компаниях, оно будет российским. Для этого есть, по крайней мере, все предпосылки, ресурсы, и, что самое главное, мозги, которые этот софт создают. То есть до 90% нам сейчас сколько еще осталось процентов? Ну, сейчас в разных отраслях уже эта планка достигнута. То есть в объектах критической инфраструктуры, в бизнесе, я думаю, она где-то до 50% варьируется и растет. Но все-таки еще есть куда расти. Да, мы поговорили о направлении кибербезопасности для крупных компаний госсектора, но не сокращается количество утечек данных и в частном секторе. Сегодня практически каждый, наверное, человек в России испытал на себе какой-то звонок, когда просят предоставить какие-то личные данные, когда тебя взломали в социальных сетях и так далее. Вот здесь, в этом направлении спасение утопающих дело рук самих утопающих, или кто-то все-таки может взять на себя какую-то ответственность и защищать и частный сектор людей, обычных частных граждан от таких мошенников? Ну, мы сейчас идем на территорию так называемой киберграмотности или кибергигиены, как ее еще называют. Это очень болезненный вопрос, потому что о правилах жизни в кибермире задумываются менее 5% населения. Даже задумываются, я не говорю, что предпринимают какие-то шаги. И ситуация довольно парадоксальна, потому что, по сути, мы с вами половину жизни уже не живем в реальном мире. Более 8 часов в день мы проводим с вами в кибер. Кто-то и больше, чем половину жизни. Ну, вообще статистика, она варьируется от 6 до 12 часов и выше. При этом понятно, что подростки и дети проводят там максимальное количество времени и, кстати, являются самыми незащищенными в сети людьми, потому что они, собственно говоря, не видят в ней угроз. И поэтому часто становятся и жертвами мошенников, и жертвами кибербуллинга, и всяких прочих плохих парней в сети. И это очевидный факт. И поэтому задача здесь как раз, наверное, лежит прежде всего в руках самих людей. Этому нужно уделять больше внимания, потому что очень странно, что мы продолжаем себя вести, как будто бы ничего не поменялось за последние 40 лет, как наш мозг. Он там 40 тысяч лет почти не изменился, продолжает хранить там 3 терабайта информации, а это, на секундочку, 1 миллионная всей информации, которая производится в день сейчас в мире. То есть мы очень аналоговое и такое олдовое существо. И продолжаем жить, как будто бы ничего не поменялось, а по сути дела поменялось очень многое. И важно, есть уже выработанные определенные правила, в которых стоит придерживаться для того, чтобы жить спокойно вот в этом, в двух мирах, и в цифровом, и в аналогом. Все-таки жить так, как раньше, уже не получится, потому что, во-первых, количество подключенных устройств, которыми мы пользуемся каждый день, это не только смартфоны, оно исчисляется миллиардами. У нас подключены умные дома, у нас подключены носимые устройства. Сейчас идет эпоха носимых очков с дополненной реальностью. И все это увеличивает нашу жизнь не в реальности. Поэтому и правила там немножко иные. Соблюдать их, рассказывать о них своим детям, наверное, это то, с чего нужно начинать. Вы упомянули умный дом. Ваша компания открыла в Москве недавно кибердом. Что такое кибердом? Для чего он? Кому он нужен? И что вы этим проектом рассчитываете? Какой цели достичь? Кибердом вообще это, на самом деле, физическое пространство в центре Москвы, целиком посвященное как раз кибербезопасности и вообще российскому хай-теку. К этой мысли мы пришли на основании нескольких посылок. Про одну я уже рассказал. Про особенность нашего современного мира. Во-вторых, кибербезопасность – это такой технологический тренд мировой на ближайшие десятилетия. Потому что развитие любой технологии, оно упирается в безопасность технологии. То есть технология развивается до тех пор, пока она для человека безопасна. Поэтому и такой важный, лимитирующий фактор. Третье – это сейчас перед страной, перед бизнесом и перед людьми, обществом стоят такие задачи в сфере кибербезопасности, такие киберугрозы, которые не решаются отдельными игроками, даже крупными. Ни рынка, я имею в виду производителями технологических решений, ни бизнеса, ни экспертным сообществом. А решается только… Кооперацией. Кооперацией. Совместным, в результативном партнерстве. И как раз площадка для такого партнерства – это одна из прямых функций Кибердома. Второе – это место, где мы поддерживаем, собираем и стараемся развивать лучшие инициативы как раз комьюнити, кибербез-комьюнити и хай-тек комьюнити российского. То есть такой индустриальный клуб для лучших российских инженеров, специалистов в сфере кибербезопасности. Ну и третье из крупного – это, конечно, развитие киберграмотности. Мы делаем очень много треков и продуктов для широкой аудитории, которые не являются техническими специалистами, но являются массовыми потребителями цифрового контента, пользователями цифровых устройств. И как раз вот эти правила жизни в цифровом мире в понятном для них формате также Кибердом через свои продукты и сервисы реализует. А если говорить в большей широком смысле, то это такой инструмент изменения мышления и людей, и бизнеса, и государства где-то, потому что вызовы в кибермире стали иными, и они требуют совершенно новых подходов, не похожих на то, что было раньше. А чтобы делать что-то по-новому, нужно использовать новые инструменты. Новый формат. Да, новый формат, да. С одной стороны, российский кибербез ставит перед собой задачу вытеснить практически весь импорт с местного рынка, с отечественного рынка. С другой стороны, он также нацеливается на экспорт. И многие решения сегодня уже экспортируются. Видите ли вы здесь потенциал роста экспорта именно рынка российской кибербезопасности? И нет ли здесь какого-то противоречия? В России мы только заместим свое, вытесним конкурентов иностранных, но при этом мы готовы активно идти на иностранные рынки. Нет, потому что сейчас в России как раз вырастает вот эта компетенция, и Кибердом тому способствует, когда объединяется индустрия вокруг решения страновых задач, надкорпоративных задач, объединяется экспертное сообщество, и у российских хакеров формируются уникальные компетенции, ни с кем не сравнимые. И вот набор, вот этот фрейм построения суверенной киберзащиты на уровне страны, это как раз и является основой экспортного продукта. То есть это часто такая G2G продажа, то есть это даже не B2B продажа. Это когда ребята, которые в отдельно взятой стране с помощью набора инструментов, среди которых есть и Кибердом, выстроили суверенную защиту, вот этот фрейм они способны транслировать в другие страны. И к этому есть очевидный живой интерес, потому что за последние несколько недель только на площадке Кибердома прошло десятки встреч с представителями стран Ближнего Востока, Южно- и Юго-Восточной Азии, Африки, как раз у которых есть именно запрос на то, чтобы получить инструмент развития собственных компетенций внутри страны. То есть это не просто трансляция туда наших знаний, технологий и методологий, это скорее помощь в том, чтобы локально вырастить свое комьюнити, наладить образовательный процесс и достичь такой численности белых хакеров в стране, которые способны защитить эту страну. Потому что сейчас это не так, и учитывая, как динамично развивается мир киберугроз, все эти страны из этих регионов, которые я перечислил, они очень серьезно задумываются над тем, как, собственно, обрести вот эту кибернезависимость и киберспокойствие. На этом фоне перспективы развития рынка экспертами в России оцениваются с ростом 20-30% в год. Это значит, что многие компании видят здесь какую-то инвестиционную привлекательность, возможно, они будут перенаправлять бизнес именно в эту сторону. Настолько ли картина радужная или какие-то здесь есть риски? Не получим ли мы какого-то перевеса, что да, кибербес развивается, все бросятся туда и будут вкладываться туда, а какие-то направления, наоборот, просядут? Я бы здесь кибербес, наверное, как такой полигон многих передовых решений рассматривал и образец для других индустрий. Да, сейчас он растет динамично, и есть масса примеров. Вот вы упомянули про 20% в год. Это, по сути дела, в два раза больше, чем мировой рынок. Мировой около 10 растет. А если брать отдельных менеджеров рынка, то они растут там иксами. В два раза в год многие компании и реализуют программы совладения и инвестирования для физических лиц, в том числе, не только для институциональных инвесторов. Это означает, во-первых, что да, индустрия становится гораздо более инвестиционно привлекательной. Б, что немаловажно, она становится понятной непрофессиональному инвестору. И это значит, что и задача распространения киберграмотности и значимости кибербезопасности в обществе и в бизнесе растет. И в целом, я думаю, что и другие отрасли хай-тека, и в принципе другие отрасли вокруг могут использовать вот эту модель стремительного роста инвестиционной привлекательности кибербеза как такую ролевую и использовать какие-то находки, которые были реализованы. Потому что очевидно, что в техе часто многое происходит немножко раньше, чем люди даже успевают об этом подумать, но никогда не поздно это использовать и адаптировать, собственно говоря, в свою отрасль, так или иначе связанную с технологиями. Говоря о кибербезопасности, конечно, нельзя обойти стороной развития искусственного интеллекта. С одной стороны, наверное, это инструмент для будущей хорошей защиты. С другой стороны, это инструмент для мошенников. Вот здесь очень любопытна ваша оценка ситуации. Сегодня его больше используют мошенники для совершения каких-то атак? Или все-таки искусственный интеллект уже активно служит на стороне защиты? Ну, давайте начну. Просто ни одной страшилки даже не рассказал сегодня. Наверное, какую-то рассказать. Вообще, спойлер такой, что ИИ, конечно, служит и тем, и другим. Но факт того, что злоумышленники используют достаточно прогрессивные способы внедрения искусственного интеллекта в свою, так назовем, работу, приводит к тому, что, по сути дела, например, во время видеоконференции образуется фейковый аккаунт с живым видеочеловека, который должен присутствовать на том или ином совещании, который говорит характерные для него вещи его голосом и, собственно говоря, может влиять, собственно говоря, на решение борда или совет директоров в режиме реального времени. Это очень в зависимости от, в отличие от олдскульного телефонного мошенничества. То есть это уже реальные случаи, которые были подтверждены? И имеют за собой и реальные финансовые потери уже крупные. И если от олдскульного телефонного мошенничества мы к нему уже привыкли и, в принципе, умеем его опознавать даже по каким-то первичным признакам и готовы к нему, то к такому уровню дипфейков, когда мы эмоционально видим связь с знакомым нам человеком, мы, конечно, реагировать как минимум молниеносно не готовы. И поэтому этим и пользуются злоумышленники. Человек начинает принимать неверные решения. Но здесь не нужно, конечно, преувеличивать роль сейчас искусственного интеллекта. Я всегда люблю говорить, что у нас еще с естественным нужно разобраться его. Не везде достаточно хватает. Поэтому здесь все-таки такая комплементарность есть. И тем более искусственный интеллект, который работает сейчас, это все-таки его называют узким или слабым искусственным интеллектом. Все-таки это такой обученный, заалгоритмизированный искусственный интеллект. Вот следующее поколение сильный. Ребенок. Пока что еще с нами общается ребенок. Сильный искусственный интеллект, к которому мы сейчас идем, это можно сравнить, например, с фильмом известным, с «Терминатором». Он был искусственным интеллектом второго поколения, когда у него есть свой взгляд на происходящее. Не то, чтобы в него вложили и научили, а свой. Ну и третье, это уже на горизонте, наверное, 30-40 лет, это сверхинтеллект искусственный, который будет по когнитивным способностям превосходить человеческий. Вот это будет проблемой. Но до нее пока еще далеко. Мы все-таки на первой фазе. И, конечно же, искусственный интеллект служит и на совершенно благим целям. То есть, например, сейчас одна известная платформа видеоконференц-связи делает полностью возможность участия удаленного человека в форме аватара в нескольких конференциях одновременно для того, чтобы, собственно говоря, сократить время рабочее. Это, на самом деле, полезная история, когда ИИ служит людям. Но, как я подчеркнул вначале, это дает, конечно, инструменты злоумышленникам застать врасплох. Но белые хакеры не стоят на месте. И, конечно же, противоядие этому всегда находится. И поэтому здесь нужно отдать должное, что и защитники здесь не дремлят. Будем надеяться, что в этой борьбе черного и белого все-таки силы будут на стороне белых. И на этой позитивной ноте хочу сказать вам спасибо за интересную беседу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok